В Дагестане участили случай жестокого обращения с животными. За последние полгода зоозащитники собственными силами расследуют более 20 преступлений против братьев наших меньших. Их отстреливают, топят, переезжают машины и выбрасывают на мусорку как ненужные вещи. Есть ли надежда, что виновных привлекут к ответственности, расскажет Наталья Ханбабаева. Эта канава в поселке Каркмаскала стала настоящим кладбищем бездомных животных. Вот только собаки умирали здесь не своей смертью. Всё началось с того, что местная жительница заметила в водоёме еле живое существо. Подошла проверить, оказалась собака. Как выяснили зоозащитники, в животное перед тем, как выкинуть в канаву, стреляли семь раз. И псу чудом, но удалось выжить. Промышляли убийством бродячих животных двое местных мужчин. Несчастную выжившую тоже хотели добить. Однако добровольцы смогли её забрать. Хотя мужчина всячески пытался помешать. Ну вы же её так оставили без помощи. Это мой огород. Ты чего зашла сюда? Не, ну понятно. Она же уличная собака, не ваша. Ирина – та самая зоозащитница, пришедшая на помощь несчастному животному. Женщина спасла пса, забрала его и оказала всю необходимую помощь. Сейчас собака находится на передержке. И если животное выживет после стольких травм, её заберут к себе жители столицы страны. А зоозащитница продолжает добиваться справедливости. Этот случай может стать первым, когда в Дагестане завели дело по статье о жестоком обращении с животными. Если он одно дело застрелил, выкинул её, а тут она вышла к нему за помощью, и он добивал ещё её тяпкой. Это уже истязание. И плюс в присутствии малолетних, то есть там срок идёт от трёх до пяти лет. Плюс, как правило, мало у кого в Дагестане зарегистрированное оружие. Это не первый случай, когда местная зоозащитница спасла животного. Рядом с ней стоит Алабай по кличке Спартак. Его Ирина привезла с собой из Чечни. Хотела отдать в хорошие руки, но потом передумала, ведь собака стала практически членом семьи. Он побирался на помойках, он жил на помойке год. То есть парень отслужил там на боях, где он был, неизвестно. Вот. И его просто выкинули. Когда я его увидела, он был в ужасном состоянии. На следующий день я сразу поехала в Чечню и его забрала уже к себе домой. Брала на время. А сейчас я так поняла, что он уже остаётся с нами навсегда. Многие дагестанцы жалуются на бродячих животных, которые бросаются на людей и сбиваются в стаи. Они пугают прохожих. Однако это происходит не от хорошей жизни. Животные пытаются выжить, найти пропитание. А их популяцию должны контролировать специальные службы. Отловом стерилизации и вакцинации в Махачкале занимается муп-питомец. И стоит это немаленьких денег. Используем мы для работы препарат залетел 100, аналогов которым в России нет. Это препарат французского производства. Заказываем, конечно, заранее. Ждём, ожидаем. Но препарат, конечно, не дешёвый. Ну, чтобы вы понимали, один флакон этого препарата стоит в районе 5000 рублей. Что касается финансирования, на республику Дагестан выделяются средства в районе 27 миллионов рублей. 27 миллионов рублей – это на всю республику. Региональный комитет по ветеринарии видит решение в строительстве приютов по всему Дагестану. С каждым днём количество заявлений по поводу жестокого обращения с животными растёт. И это чаще всего случается только потому, что дело получает общественные резонансы и широко освещается в СМИ. Однако реальных сроков в регионе не получал никто. Множество похожих случаев остаются неизвестными. А живодёры чаще вообще избегают наказания. Бродячим животным остаётся надеяться, что общество станет гуманией, и они найдут защиту в человеке. Как это случилось с кошками, которых мы приютили на нашем телеканале. Наталья Ханбабаева, Ибрагим Магомедов, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров, Юсуп Газиамаров. Время новостей.